Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Настя Четверикова, я преподаю в этом замечательном ВУЗе, также являюсь культурологом, музыковедом и автором и ведущей подкаста «Искусство для пацанчиков». И сегодня есть замечательный повод поговорить о фигуре Поленова, на мой взгляд, самого трогательного русского художника. Вы, конечно, можете свои версии высказать, но надеюсь, что вы тоже так будете считать после этой лекции. И повод этот замечательная, большая, огромная, я бы сказала, экспозиция, работ Поленова, собранная из всех музеев из разных городов, из Курска привезены работы, из Поленовской усадьбы привезены работы. Ну, в общем, собрано практически два этажа его работ, это огромное наследие, которое пройти без какой-то подготовки, ну, просто очень тяжело, просто физически тяжело. И вы, как студенты, вы счастливые люди, потому что вы можете за недорого ходить несколько раз, поэтому я рекомендую не ходить с первого раза на всю выставку. Нет, вы как-то выдохните немножко и все-таки несколько раз ходите и так далее. Вот, но сегодня мы поговорим про Поленова. И знаете, мы назвали эту лекцию «Как взломать код Поленова», знаете, как код Да Винчи, что-то в этом роде. Но они с Да Винчи действительно несколько похожи, потому что Поленов – это правда Человек Возрождения, как и Леонардо Да Винчи. Человек Возрождения в том смысле, что… Сейчас могла бы с вами начать диалог, не знаю, можно отвечать студентам или нет в этом смысле. Но вот Человек Возрождения, как вы это понимаете? Да, прогрессивный. Нет, но самое важное – это, что Человек Возрождения – это человек, который профессионалом является в разных областях. Вот как вы любите, например, танцевать, любите одновременно, допустим, писать стихи и быть еще кем-нибудь по своей специальности основной, инженером, например. Но если вы в каждой из этих областей не являетесь специалистом и не можете сказать «я велик в писании стихов», «я велик в танцевании», «я велик в инженерии», то вы не сможете стать Человек Возрождения, Человек Возрождения, который в разных ипостасях является профессионалом. И вот как Леонардо Да Винчи, который был, там мы можем долго перечислять, так и Поленов, был Человеком Возрождения в том смысле, что он был разногранен. И мы попробуем сегодня эти грани взломать, поговорить о них, ну и так далее. Так что давайте, знакомьтесь. Знакомьтесь, Василий Дмитриевич Поленов, это его автопортрет, один из поздних его автопортретов. Ну и вот такой замечательный человек с добрыми глазами, очень мудрыми. И чтобы взломать его код, мы начнем с личности Поленова, русского интеллигента. У нас будут все время такие разные вещи. И вот Поленов, русский интеллигент, это очень интересная тема. Вообще, что такое интеллигенция? Сейчас основным понятием интеллигенции, их вообще существует множество оказывается, но основным понятием интеллигенции считается, если у тебя в роду на сегодняшний день есть хотя бы три поколения людей, которые закончили высшее образование до тебя. Тогда ты считаешься интеллигентным человеком, понимаете, какое есть определение? У Поленова просто по определению не могло быть много, а мне кто-то сказал на лекции, что 10 поколений надо с высшим образованием перед тем, как вот стать интеллигентным человеком. Ну, у Поленова физически не могло это получиться, потому что, извините, у нас образование все пошло, да, с Ломоносова достаточно поздно. Вот, но есть еще два понятия интеллигенции, мне они очень нравятся, они относятся конкретно к русскому интеллигенту. Вот одна из родственниц Поленова, которая впоследствии управляла его музеем, она сказала очень классную фразу, она сказала, вы знаете, русский интеллигент это тот, кто не просто черпает знания отовсюду, но который отдает эти знания, то есть у него есть потребность в том, чтобы эти знания отдать. И вот это русский интеллигент, говорит она. И это очень интересно, и то, и другое понятие интеллигента для Поленова характерно. Мы сейчас о них, собственно, и поговорим. Для начала отдавать. Перед вами фотография усадьбы Поленова, в которую мы сегодня с вами съездим виртуально. И эта усадьба, это очень интересное место, которое Поленов решил сделать музеем. Он решил, что это будет его музей в деревне, первый музей в деревне. Но мало того, эта усадьба уже 200 лет находится под управлением потомков Поленова. И это далось им очень тяжело, это стоило им невероятных усилий, об этом мы тоже еще поговорим. Но вот посмотрите, если интеллигент это человек, который преемствует интеллигентность, да, вот это высшее образование и так далее, то вот посмотрите поколение Поленовых. Это сам Поленов со своими дочерьми около своей усадьбы, да. Это поленовские родственники, которые приезжают на каждый юбилей, там кто-то из них живет во Франции, кто-то из них живет в других городах, ну и вот, а кто-то живет прямо в Поленово. И это вот 90-е годы, да, 1990-е годы. А сейчас я вам покажу современных преемников Поленова. Это вот 2018 года фотография. Вот такая вот преемственность, это от Поленова идущая, да. А сейчас мы вглубь немножко обратимся. Но перед этим, да, про музей. Так вот, Поленов говорит гениальную фразу, которую я очень люблю. Он говорит, почему нас так влекут большие города? Понятное дело, почему? Потому что им отдано все, театры, музеи. И я хочу, чтобы хотя бы в малой степени это все можно было отдать деревне. И вот, как я уже говорила, упоминала, в деревне он делает свой музей. И это как раз на первом этаже его усадьбы. Кто еще не был в Поленово летом, выбирайте сюда обязательно и съездите. Это потрясающее место, очень уютное и очень красивое. И мало того, там хранится просто невероятное количество сокровищ. Так вот, первую картину для этого музея в деревне Поленову подарил его близкий друг Илья Ефимович Репин, который ему сказал следующее. Первый народный музей в деревне, значит, пусть, вот я тебе дарю эту работу, пусть с нее начинается ваша собственная картинная галерея, уважаемый Василий Дмитриевич. И первая картина, которую он ей подарил, из которой начала коллекцию, это вот эта вот замечательная импрессионистическая работа Репина, которую он сделал во Франции. Это один из эпизодов работы Садков в подводном царстве. Это вот одна из принцесс, такая персидская, судя по всему. И это стала первой работой, которая открыла музей Поленово. Вот это желание отдавать во многом, не только в преподавании, но еще и в музее в деревне. А еще одну работу, которая там хранится, это первый вариант богатырей Васнецова. Причем, интересный факт, средний богатырь у нас кто? Илья Муромец, абсолютно точно. Так вот, поговаривают, есть такая легенда, что Илью Муромца, Васнецов, писал с самого Поленова. Так что отчасти есть легенда о том, что вот Илья Муромец, это, мол, сам Поленов-то и есть. Ну, такая вот идея. И она тоже хранится в Поленово, в маленькой вот этой замечательной усадьбе художника. А вот теперь про преемственность самого Поленова. Его все родственники, они были потрясающими людьми, уникальными, талантливыми, очень трудолюбивыми, ну и, конечно, великими. Его матушка, давайте начнем с нее, знакомьтесь, Мария Алексеевна Поленова, она была писательницей, она была выдающейся художницей, которая училась у ученика Брюллова. Помните такого персонажа, я думаю, тоже. И вот есть издание ее книги, которая называется «Лето в царском селе». Издание потрясающее. На самом деле она еще в 19 веке дважды издавалась, эта книга. Представьте себе, да? Женщины. Книга издавалась дважды. Это уже много на самом деле. Но тем более, что она художница, это и все ее иллюстрации. И это ее рассказы о ее детстве и о детстве ее детей. То есть такая вот интересная история. Сейчас переиздано «Лето в царском селе Поленовой». И оно дополнено иллюстрациями к сказкам и сказками, которые иллюстрировала ее дочь, сестра Василия Поленова, Лена. И вот мы тоже их посмотрим с вами. Но книга потрясающая. Если найдете ее, то это лучший подарок, правда, который можно сделать. А вот, когда мы открываем эту книгу, мы видим Васечку Поленова. Маленького Васечку Поленова, который рисует свой первый рисунок. Василий Поленов решил стать художником, когда ему было еще 4 года. Во-первых, к 4-летнему возрасту относится первая сохранившаяся его работа. Сейчас мы ее увидим с вами. А во-вторых, в 4 года он уже хорошо осознавал, что единственный счастливый момент его жизни – это тогда, когда в Новый год под елкой, что сейчас актуально, да, к Новому году. Так вот, в Новый год под елкой он находит краски, кисти и бумагу. И он считал, вот тогда Игорь считал себя богатым и счастливым. Вот в этот вот самый момент. То есть вот настолько у него было приятное отношение. А теперь, внимание, перед вами сейчас появится первый рисунок Василия Дмитриевича Поленова. Готовы? Абсолютно без шуток. Первым его рисунком было, мягко говоря, слон сзади. Почему он нарисовал вообще слона? Дело в том, что это было его яркое впечатление о том, как они сходили в цирк с родителями. Они сходили с родителями в цирк, и у него было два ярких впечатления. Видимо, попа слона. Может быть, не знаю, он сидел таким образом к нему, не знаю. А второе, сохранилась история о том, что представьте себе лев, который прыгает через такое кольцо, обтянутое бумагой для эффекта. Представили, да? И вот Поленов Васечка, четырехлетний, выходит из цирка и говорит родителям. А эта бумага была чистая, которая была натянута для льва? Они ему говорят, ну да, сколько бумаги перевели. То есть вот его отношение, да, к ценности того, где можно нарисовать, где что-то можно смастерить и сделать. Это замечательная работа мамы Поленова. Вот она их всех рисовала. Она рисовала себя, она рисовала своего мужа, она рисовала всех своих детей. Великолепная была художница, и поэтому мы можем там шестилетнего Васю увидеть, ну и так далее. Вот, пожалуйста, такие замечательные работы. И сейчас мы еще увидим их. Это вот она себя так красиво и здорово нарисовала. Смотрите, какая техника. Ну классно же, очень здорово. Она себя нарисовала вместе со своими замечательными дочерьми. Одна из них станет художницей. Вторая дочь – это сестра-близнец Василия Поленова. У него сестра-близнец, Вера, да. А вот работы Елены, да. Это одна из сестер Поленова и тоже великая художница Елена Поленова. Вот иллюстрации к сказочным книгам. Посмотрите, пожалуйста, очень похоже на Билибина, естественно, мы сразу узнаем какие-то черты этого художника, но стиль другой. Стиль свой, определенный, вот этот вот женский отчасти такой вариант. Но вот ее иллюстрации есть в книжках сказочных. И также есть вот такое замечательное изображение мамы Поленова с дочерьми и папы Поленова с сыновьями. Вот так здорово это все выглядит. Ну давайте познакомимся с его братьями и сестрами. Итак, слева от вас это как раз Вера Дмитриевна. Это сестра-близнец, конечно, Василия Поленова. Вот она перед вами, это как раз он ее и нарисовал, ее портрет. А вот фотография как раз Елены Дмитриевны, еще одной его сестры, которая стала художницей. Ну и еще брат Алексей Дмитриевич, брат Василия Поленова. Посмотрите, какой интересный персонаж. Они с этим братом вместе поедут в Петербург и поступят на юридический факультет. Оба, представьте себе, вместе, параллельно. И вот кем стал Поленов, а кем стал его брат. Его брат гласный Орловского губернского земства, юрист, экономист, статский советник, владелец конного завода и бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть вот такие вот, не то что не бедные люди, а очень трудолюбивые люди были в семье Поленовых. Ну и также Константин и Александр, еще два брата. Папа Александр, видимо, умер совсем в детстве, потому что про него сведений совсем не осталось. Ну вот такая вот история. Это что касается братьев и сестер, а мы переходим к следующему, к следующему лечению вот этого человека возрождения, Василия Поленова. Поленов археолог у нас здесь, посмотрите. Вообще Поленов археолог это очень интересная тема. Почему я здесь заговорила? Потому что я хочу поговорить о папе Василия Поленова, Дмитрии Поленове. Это уникальный человек, который как раз и передал Василию Поленову свою любовь к археологии. И к тому же Василий Поленов археолог, это очень важная штука для того, чтобы изучать его работы. Потому что во всех своих особенно исторических работах он будет использовать реально увиденные дома, реально увиденные развалины какие-то античные, например, и так далее. Но это мы все с вами увидим еще. Так вот, Дмитрий Васильевич Поленов, я уже сказала, он был археологом. И не только, посмотрите, он был секретарем археологического общества. Археология в России это одна из самых молодых наук вообще, потому что это не так давно все разработано. И вот он как раз был у истоков. Мало того, как политический деятель, он работал, как юрист, профессиональный правовед, он работал и в Греции, и в Турции, и во время русско-турецкой первой кампании тоже служил. То есть он постоянно был вот в этом, за границей. И поэтому из-за границы, естественно, он привозил огромное количество всего. И мы сейчас с вами увидим просто эти раритеты, это очень интересно. И мало того, он еще и автор научных статей. И посмотрите, как ученый, что он разбирал. Он разбирал не какие-то там вещи, а он разбирал обозрение летописца Переслава Суздальского. Или, например, о присяге иноземцев, принятых в Россию при Петре Первом. То есть как правовед изучал историю русскую, очень интересные темы, которые до него никто не изучал. Это очень здорово. То есть он эту историю не только в археологии на Западе, где-то там в Греции или в Турции, да, изыскивал и изучал, а еще и нашу историю тоже изучал. Это будет характерно для всех, в принципе, Поленовых и для Василия, конечно, тоже. Поэтому и мама, и папа Василия Поленова были выдающимися абсолютно людьми, одна, значит, более творческим человеком, а папа передал ему и любовь к археологии, и любовь к наукам, и любовь к, конечно, правоведению, потому что это в жизни у них будет еще. Мы еще об этом поговорим. И вот когда вы попадаете в Поленовскую усадьбу, в Поленовский дом, первое, куда вас поведет экскурсовод, а там только с экскурсоводом можно пройти, это будет вот эта вот комната, комната портретов, так называемая, семейных. Ну, как вы понимаете, рисовали многие у них в семье, и поэтому портретов уйма. И по этим портретам можно, вот, правда, рассказывать о тех, кто был до Василия Поленова, кто после Василия Поленова, там фотографии, есть тоже картины, это все очень здорово. Но стоит обратить внимание не только на это. Посмотрите, пожалуйста, на шкафы сзади меня, вот видите, такие два шкафа, вот один, и вот там на стене висит второй. Так вот, здесь, конечно, плохо видно, но если подобраться к ним поближе, вы увидите огромное количество артефактов древних, которые Дмитрий Васильевич сначала, а потом и Василий Дмитриевич привозили из-за границы и хранили у себя дома. И они до сих пор хранятся дома. Это греческие античные вазы, это из Египта привезенные, вон там голова фараона даже есть над дверями, видите, украшает. То есть там такие артефакты, которые сейчас в музеях стоят, ну, понятно, это сейчас тоже музей, они у них дома хранились, потому что вот так привезли с раскопочек, хоп, взяли и, собственно, домой прибрали к себе. Интересная очень вещь. И, мало того, у Василия Поленова было продолжение вот этой археологической всей любви, в частности, на втором этаже этой же усадьбы Поленовской. Есть комната, в которой, смотрите, что есть, первобытные артефакты, раскопанные самим Василием Дмитриевичем на берегах Оки, где, собственно, и находится эта усадьба. То есть он прямо там вот где-то находил это что-то, какие-то морские окаменелости и прочее. Васнецов, да и, в принципе, все тогда художники и выдающиеся русские интеллигенты увлекались первобытностью, увлекались археологией. И посмотрите, что Виктор Васнецов подарил Поленову, зная, что он вот увлекается этим. Вот там такой триптих есть внизу, видите, да, над столиком. Это триптих Виктора Васнецова о первобытности, как, мол, в первобытности жили. Очень любопытный, плюс эти артефакты рядом, там какие-то кости мамонты, это очень интересно смотреть. Так что будете там подробнее рассмотреть. А еще археология, я тоже об этом упоминала уже коротко, но сейчас поподробнее. Это очень важная вещь, ценная для того, чтобы Поленов знал, что рисовать и как рисовать. И в его работах, особенно в евангельском цикле его, о котором мы поговорим, нету лишних каких-то вещей, нету придуманных часто вещей. Часто там все натуральное, поэтому они выглядят так естественно и так здорово. Вот, например, посмотрите, да, ну это фотография Поленова, сделанная в Палестине. А это здание, которое он нарисовал на своей знаменитой картине «Христос и грешница». Ну у него там несколько названий будет, мы поговорим о ней. То есть мы видим даже угол примерно, с какого он, да, берет его там и рисует. Это очень интересно смотреть то, как он воплощает реальные археологические или какие-то свои вот эти путешественческие изыскания в картинах. Но до папы и мамы там еще влияние оказала огромная бабулечка. А бабулечка у них была очень-очень непростая. Очень-очень непростая. Но для начала немножко о странностях генетики и ДНК. Вот смотрите, посмотрите на замечательную бабулечку, да. Кстати, портрет бабулечки, посмотрите, кто написал? Крамской. На секундочку, Крамской. Человек, который передвижников организовал, да. Он говорит, ну ты очень интересный художник, очень великий художник. Рисовал бабушку Поленова. Просто так? Нет. Совпадение, как говорят, не думаю. Потому что она действительно была выдающимся человеком. Так вот, посмотрите на, значит, Веру Николаевну. А сейчас посмотрите на сегодняшнюю, современную. Это получается проправнучка Поленова, которая управляет усадьбой Поленова. Это удивительно. Наталья Федоровна. Похожи? Очень похожи. Я вот смотрю тоже на них и все время думаю, ну для чего же на бабушку похожа? На какую-то там пра-пра-пра-пра-пра бабушку свою. Вот, такие интересные происходят в ДНК штуки. Но бабушка его была настолько непростой, что она была дочерью выдающегося русского архитектора. То есть Поленов-то он просто вот как в преемственности, о чем мы говорили, да, о русской интеллигенции. Он вообще просто монстр в этом смысле. Господин Львов был отцом той самой бабушки Поленова. Причем архитектор Львов, он же был уникальным. Ну, понятно, тоже Левицкий не рисовал кого попало, да? Исключительно выдающихся персонажей своей эпохи. Вот даже есть, видите, портрет. Это получается дед, да? Прадед, прадед Поленова, да? Прадед Поленов. Так вот, Николай Львов, он был выдающимся архитектором. Почему? Потому что он изобретал всякое интересное иное. То, о чем вы говорили, да, когда я сказала русский интеллигент. Русский интеллигент тот, кто изобретает что-то, делает новое. И вот посмотрите, умный дом, умный дом 18 века, изобретение как раз Львова. И вот это усадьба Знаменская, райок под Торжком. Она на сих пор существует, архитектура вся львовская. И это почему умный дом? Это, конечно, очень условно, я говорю. Вы сейчас знаете, умные дома, да, они управляются там с телефоном, мол, выключи светом, выключи тепло, еще что-нибудь сделал, закажи пиццу. А тогда это было, естественно, не так, но уже он делал к этому шаги. В этой усадьбе, например, в частности Львов, сделал такую штуку, систему кондиционирования уникальную. Тогда это было впервые, это было новаторство. И был специальный котел, который либо нагревался, либо наоборот охлаждался. И трубы, которые охлаждали все помещение этой усадьбы. Все помещение огромное этой усадьбы. И ко всему прочему, представьте себе, в этом котле была специальная крышечка, которая открывалась, и туда заливалось розовое масло. Розовое масло, которое еще и, значит, не только кондиционировало, но еще и запахи замечательно придавало дому. То есть для того времени, поверьте, это умный дом. Это самые, наверное, новейшие технологии вообще в архитектуре и в дизайне. Ну вот так что понятно, предки были у него тоже ого-го. Но, к сожалению, Николай Львов рано умер. И бабушка Поленова воспитывалась у не менее великого человека своей эпохи, о котором Пушкин сказал, старик, абсолютно точно, да, старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Вот это про него Пушкин сказал, понимаете? А бабушка Поленова воспитывалась у Державина дома после смерти Львова. То есть вот настолько интересная преемственность у Поленова в поколениях, что по-другому, другим человеком он просто не смог бы стать, в принципе. Его отца после вот этих вот Турция, Греция, значит, там невероятный какие-то карьерный рост, его перевозят в Ланецкую губернию. Не просто так, он стал судьей там по делам крестьян. Судьей по делам крестьян. Это сейчас я вас прошу запомнить, потому что нам потом очень понадобится правоведческий опыт у самого Поленова. И их семья туда перебирается. Кстати, и бабушка у него тоже живет вот там, в Ланецкой губернии. И они проводят там достаточно много времени. И здесь будет много чего интересного. Но это вот, кстати, такая ранняя работа Поленова. Видите, еще немножко кривые формы, еще нет такой четкости. Но вот он так рисовал ее, эту усадьбу. Река Аять. И вот посмотрите внимательно. Мы этот вид будем видеть в разных местах, где будет Поленов. Он будет постоянно искать мысленно этого детского впечатления, этой детской реки, этой вот детского воспоминания. И свою усадьбу он построит точно на таком же берегу. Прямо один в один будет очень похоже. Но это северная культура. Это русский север. Там очень чего много сохранилось. Это интересно, действительно. Этого периода еще работы, ну, не этого периода, а точнее этого места, да, изображено в работе «Закат», например, «Переправа через Аяль», да. И вот, например, «Северная изба». Бабушка Поленова устраивала Поленову Васе и его сестре Елене, которые уже проявляли интерес к рисованию соревнования. Причем она им выдавала медали, как в академии. Она их готовила конкретно к тому, что они в академии будут получать вот эти самые медали. И она их стимулировала всячески к тому, чтобы они, гостя у нее в усадьбе или просто пребывая там, на русском севере, творили. Но вторую вещь, которую привела им бабушка с Еленой, очень важную, это любовь к русскому быту. И она им говорила всегда, что, да, археологи, например, на Западе, это все здорово и замечательно, но у нас здесь, на русском севере, есть не меньшее богатство, и нужно о них знать. И нужно их ценить как то, что нам предки оставили. И это не только фольклор, да, но это и вот элементарная в избе красота просто. Это же вот резные все эти вещи, филенки. Поленов с детства это видел, Поленов с детства это ценил. И это в его творчестве, конечно, тоже отразится неоднократно. В его доме это уже отразилось. И сохранена замечательная столовая, в которой, когда вы зайдете в Поленовскую усадьбу, увидите множество артефактов из русской деревни. Вот посмотрите под потолок. Это вывезено все из старого деревянного дома, которого, возможно, уже нет, да, он уже разрушен. А у него в усадьбе это осталось. Утварь всяческая, вот там скамеечка, например, да, с солярными знаками, ну и прочее, прочее, прочее. Любовь к этому привела тоже бабушка. А сейчас немножко о грустном, да, немножко о современности. А современность это часто бывает грустно. Дело в том, что мы сейчас вот так перейдем. Это вот как раз тоже та самая усадьба на Русском Севере Поленовской семьи, да, зимой, вид зимой. А сейчас я вам покажу, что там сейчас. А сейчас там стоит вот такая вот часовня, которая была построена в 2003 году только. На самом деле ничего не сохранилось от той самой усадьбы Поленова из его детства на Русском Севере. Ничего. Ни дома не сохранилось, ни деревню, которую он рисовал, в которой он ходил изучать эти самые артефакты древности, да, русского. Ничего не сохранилось. Туда приехал под впечатлением Поленовской биографии художник Юрий Грецкий, которого вы сейчас видите на крыльце этой самой церквушки. И он приехал на пленэр, просто на пленэр туда. Но у него есть интервью на ютюбе, можно почитать, но он настолько проникся историей того, что Поленов вот здесь вот родился буквально вот художник Поленов, да, бабушка и впечатление и все прочее. А сейчас ничего нет здесь. Ладно, усадьбы вообще ничего нет, деревень-то поблизости нет. И он в отдаленную деревню пошел и, говорит, буквально по домам ходил и спрашивал, ребята, а может мне кто-нибудь помочь построить церковь? Я хочу на горе в честь Поленова, в честь памяти о том, что вот тут такое было славное место, построить церковь, часовенку. И ему какие-то крестьяне современные помогли. Представляете, человек, не державший ни разу в руках топор, создал вот такое с помощью обычных простых людей. И вместе они создали вот эту часовню деревянную, которая там сейчас находится. И, собственно, назвали они ее тоже в честь Василия Великого. Ну, понятно, какого Василия Великого они здесь имели в виду. Мало того, их этот жест повлек за собой то, что поставили уже камень на месте усадьбы с надписью, что здесь была усадьба Поленовых. Мало того, уже идет разговор о том, чтобы установить памятник и восстановить усадьбу как музей, чтобы привлечь туда художников, чтобы привлечь туда людей и так далее. Поэтому вот, тихо, беда, начало. Все-таки что-то там делается. Но бабуля была еще не так проста, как вы думаете. Помимо того, что она их приучила, значит, рисовать нас в соревновании, к академии учила их. Так, помимо того, что она, значит, им помогала изучать русские древности, она еще и наняла для своих талантливых внуков студентика. Студентика из Академии художеств. Этим студентиков, на секундочку, оказался Чистяков. Величайший педагог огромного количества русских выдающихся художников. Огромного количества. Причем в интернете есть такая штука, наверное, вы знаете, это фанфики. Кто знает, что такое фанфики? Фанфики. Фанфики. Да, по книгам, сериалам. Абсолютно то есть. То есть это альтернативный сюжет сериалов, фильмов. То есть людям вот там, не знаю, «Звездные войны» закончатся, им захочется продолжение написать, они в интернете напишут продолжение. И представьте себе, есть фанфики про художников. Художник умер, но вот хотят люди продолжить его жизнь, хотят что-то придумать, какую-то альтернативную его историю, альтернативную его биографию. И такой фанфик есть про Чистякова. Что вообще меня просто поразило до глубины души, я подумала, интернет мое, все. Так вот, значит, ребята сочинили такую историю. О том, что якобы был какой-то сумасшедший профессор, который придумал жидкость, оживляющую художников. Оживляющую тех, точнее, кто на картинах. И вот если капнуть на эту картину, на эту жидкость, там картина оживает, персонажи с этой картиной оживают. И он решает, ему нужно оживить персонажа, который бы поднял с колен русское живописное искусство 21 века. И он, значит, подходит, капельку капает на Саврасова портрет, тот, значит, оживает, вылазит из картины, говорит так, что меня разбудили, тот говорит, посоветуйте мне, кого мне оживить, чтобы вот таких же, как вы, да, породил. Он говорит, вам нужен чи-чи, и обратно в картину его, значит, затаскивает. Он идет к Репину, к портрету Репина оживляет, Репина уже побольше там капает на него. Выходит, Репин потягивается, шутки шутит, значит. Говорит, ну, что там тебе сказал, давай, давай, я тебе подскажу. Тот говорит, тот что-то чи-чи, и говорит, дальше я не понял. А, так это он про Чистякова говорил, правильно говорил. А живишь Чистякова, будет у тебя плеяда новых художников. Так что вот, видите, даже в этой истории мы видим, насколько велик был этот замечательный педагог, который студентам учил Василия и Елену Поленову живописи. Вот там, в Ланецкой губернии, выписан был бабушкой просто их замечательной. Чтобы мы с вами не были голословными, да, мы должны посмотреть Чистяковские работы, и тогда понять, откуда у Поленова это все. Вот посмотрите, вверху абсолютно итальянская работа, да, потрясающе проработанные тени, то есть, ну это, не знаю, ну даже говорить ничего не буду, мне даже немножко Мунг виднеется здесь, потому что у него тоже есть вот эти темные глаза в палы и прочее. Ну интересные, это интересные связи такие можно искать. И вот, пожалуйста, вот она русская деревня в воплощении, да, вот он реализм, почему нет. И это тоже очень романтично, красиво выглядит, поэтому это все и итальянское, и русское будет в работах самого Поленова впоследствии. Так что все ноги растут из детства, как ни крути. В Петрозаводске вместе с братом они закончили гимназию, до сих пор там висит вот эта вот счастливая табличка, у нас учился Поленов, Петрозаводск гордится своим земляками и прочее, прочее, прочее. А дальше у нас Поленов, который учился всему в свои студенческие годы. Физик, математик, юрист, строитель, он еще и архитектуре учился, очень крутым был, ладно, потом, потом, попозже. Он правовед, он анатомией учился. Это все было в студенческие годы. Вот вы мучаетесь, да, думаете, боже мой, как мне оселить одну специальность. А он по всем специальностям учился в разных вузах, значит, Северной столицы, Санкт-Петербурга. Так вот, посмотрите, что про него говорил с завистью, конечно, отчасти. Деревенский парень, но по-другому, правда, по-другому не назвать, Илья Ефимович Репин. Они вместе учились на курсе в Академии художеств. Но если Поленов, такой счастливый интеллигент, да, выросший, вот у него такие поколения в роду, ну, по-другому как, вот, ну, он вот такой. А Репин, он приехал, у него с грамматикой были элементарные проблемы, потому что, ну, он, некогда ему было учиться, да, у него очень тяжело учеба давалась. Ну, вот рисовал здорово, а остальное вот тяжело было. И вот с завистью, что говорил, ну, не без зависти, я шучу так, но все равно говорил Репин про Поленова. Это, кстати, взаимные портреты. Портрет Репина руки Поленова и портрет Поленова руки Репина. Кроме того, он был студентом по юридическому факультету в университете и не прекращал своих занятий и там, писал диссертацию, сдавал экзамены. Этого периода картина его «Право первой ночи» есть плод его юридических изучений. То есть, представьте, он параллельно учится на юридическом, допустим, и на, это не исключает других его, да, увлечений, и на, в Академии художеств. И он там изучает, берет как работу «Право первой ночи», испанская, да, такая тема, когда, ну, сейчас мы поговорим об этом. И тут же это рисует. Вот все параллельно, все параллельно. Это так здорово, на самом деле, в обучении. Вот эта картина, то есть, понятно, европейский средневековый сюжет о том, что первые источники о том, что было такое, сохранились в Испании средневековой. И там действительно описывается, что господин в определенных усадьбах, в определенных земельных, значит, участках, ну, не во всей Испании, я имею в виду, он имел право, когда девушка, землей которой он владеет, ну, то есть и ей владеет, как, например, крестьянкой, да, там, или еще что-то, он имеет право первой ночи, когда она собирается выходить замуж. Ну, нормально. Но Поленов, он же не просто так эту идею берет оттуда, откуда-то из средневековья изучает, зачем это, ему это неинтересно. Он говорит о том, в этой своей работе, я ее почитала, о том, что средние века прошли, баста, но наши помещики в деревнях с крестьянами и даже с теми, кто просто на них работает, творят такое, что средневековой Испании не снилось. И он в своей работе актуализирует тему права первой ночи, с точки зрения русской деревни, понимаете? Это, конечно, потрясающе, вот как правовед. В это же время случается кое-что интересное, что раскрывает нам Поленова, такого революционера, ну, в кавычках, но все-таки, это было модно в тот момент. Так вот, что случилось. Сейчас мы узнаем еще, как он правовед, какой он правовед все-таки. Недавно, пишет Поленов, у нас в академии произошло изгнание учащихся в них женщин, после чего им всемилостивейшие дозволено поступать. Всемилостивейшие, потому что академией тогда управлял великий князь Владимир. Не солнышко, не красно, да? Другой. Но вместе с тем, а то мне иногда говорят. Так вот, поступать, значит, разрешено, но не иначе, как со свидетельством от полиции о благонравном поведении. И вот возмущается Поленов, до сих пор полицейские свидетельства требовались в публичных домах, а не в академии. Зачем? Это неясно. Ах, что за холопское царство, пишет Поленов. Холопы прислуживаются и выслуживаются перед хамами. Постойте, милостивые государи, ваши дни сочтены, вы не будете забыты при расчете. О чем он здесь говорит? О революции. Он, как и вся молодежь 1860-х годов, в 19 веке были свои шестидесятники, мечтают о революции, мечтают о том, что это пора изменить. Кто-то на словах, кто-то в действии, но вместе с тем. И Поленов этим тоже занимается. У меня есть три лозунга Поленова, революционера. Это, конечно, все в кавычках, но это так актуально для сегодняшнего дня. Боже мой! Я читаю каждый лозунг и думаю, вот соседняя площадь, вот пойти и просто с этими же плакатами встать, и ничего не изменилось. Даже я руки сделала, видите, цветными, как будто в наши дни уходящими. Итак, первый его лозунг, в котором он как бы оправдывается. Ну, интеллигентный человек все-таки не может в лоб. Я никогда не был ни нигилистом, ни анархистом. Я всегда был противником всякого разрушения и цинизма. Я всегда стоял за созиданием устройства. Ненавидел, да и сейчас ненавижу. Динамит, смертную казнь, произвол, а это главная сила современной России. Что-то изменилось? Угу. Поехали дальше. Второй лозунг. Осторожность – вещь хорошая, даже необходимая. Но если ее доводить до крайности, то она с успехом может превратиться в большую трусость. Она может сделаться ширмой, за которую весьма удобно прятаться в минуту, когда следует действовать. Свободу. И можем перечислять сейчас очень-очень долго количество имен. Вот, пожалуйста. Опять же, ничего не меняется в нашей жизни. И последнее – освобождение брака из-под ига попов, уничтожение едного ядь, даже перенесение числа на западный календарь есть хорошая примета. В этом, конечно, он указывает на некоторую отсталость России 1860 года, но и не только на самом деле. Тут много того, что хочется изменить Поленову и его поколению. И здесь все это сосредоточено. Поленов – счастливый человек, я вам уже говорила. В отличие от Репина, он имел возможность еще до своего пенсионерства. Это когда за тебя академия платит, и ты можешь поехать за границу и на халяву жить 6 лет. Только рисуй, только учись. Он до этого времени был за границей. Один раз. И ему очень повезло. Просто невероятно повезло, потому что он попал сразу на всемирную выставку. Причем он попал на одну из самых легендарных всемирных выставок 19 века. Что такое всемирная выставка? Ну, вы понимаете, да? Со всего мира привозят самые новейшие открытия, археологические, технические новшества, картины. Ну, в общем, все. То есть интернета нет, как понять, что творится в другом мире, в разных странах, в разных мирах, можно сказать. Вот привозят все на одну выставку, и такой вот весь мир на выставке, получается, в одном городе. Это очень интересная штука. Ну, и вот с этим совпало событие первая поездка Поленова. Конечно, это большое событие. Вот видите, даже Эдуард Мане нарисовал вид на эту самую всемирную выставку. То есть это было весьма значимое мероприятие. Ну, а мы сейчас посмотрим плакат. Это вот плакат всего того, что собрали на такую выставку. Тут собрано было все. От диких животных, каких-то там из джунглей, до совершенных оружия и всего прочего. Если мы себе представим опять мою любимую фантастическую социальную сеть, в которой Поленов мог бы с кем-то задружиться, там списаться и прочее, у нас мозг просто с вами взорвется прямо сейчас. Почему? Потому что на этой всемирной выставке было такое огромное количество великих людей того времени, что когда ты связываешь это с личностью Поленова, тебе кажется, вот это соцсеть. Мне бы такую, потому что это вау. Итак, готовьтесь. Вы готовы, что у вас немножко мозг взорвется? Я надеюсь, что будет такое. Итак, вот наш Поленов, молодой, 20 с небольшим, он едет туда. И кого он там мог бы встретить, а может и встретил, но просто мы не знаем. Его соцсеть того времени. Группа «Всемирная выставка» была бы такая. Он встретил 9 миллионов человек, конечно, да, это я шучу, но вместе с тем на этой выставке побывало 9 миллионов человек. Вы представляете себе, сколько это для того времени, люди же приезжали отовсюду. Но давайте о великих. Что мы там, 9 миллионов, подумаешь? Итак, нашим павильоном на этой выставке восхищался Александр II, он приехал туда, и, кстати, на него там было совершено покушение, одно из покушений. Прямо там, на Всемирной выставке. Нашим отделением на Всемирной выставке управлял Дмитрий Менделеев. Ну, небезызвестный вам, да, любитель поспать и изобрести после этого что-нибудь интересное. Так вот, Дмитрий Менделеев, знаете, чем развлекал своих гостей, гостей русского павильона? Он держал в руках светящийся уран и говорил, смотрите, как светится круто, да? Нравится, а? Потому что в то время уран считались металлом. А что, подумаешь, металл держу и все. То есть не было доказано же каких-то там радиаций или еще что-то. И он давал всем потрогать. Вот, ну, прикольный вот такой факт. Дальше. Из наших великих там был Владимир Стасов. Владимир Стасов впоследствии станет одним из лучших друзей старших Репина. И Репин даже, кстати, напишет картину «Не ждали», которую, я уверена, каждый из вас знает, именно под впечатлением того, как сына Стасова обвинят в революционной деятельности и посадят. И он после этого напишет вот эту вот картину «Не ждали», как возвращается революционер, да? Мечтая о том, что и сына Стасова тоже вернут. Ну, такая просто интересный факт. Но он туда приехал не просто так. Он был музыкальным критиком, выдающимся журналистом. И он приехал освещать события на этой выставке музыкальные. Дело в том, что Джеккино Рассини, Джузеппе Верди и многие другие выдающиеся композиторы этой эпохи были в жюри музыкального конкурса, который проводился на Всемирной выставке. Нужно было написать гимн Всемирной выставки. Выиграл его мой любимый композитор Камиль Сенсанс. Но его гимн не исполнили. Слишком уж он реакционный был. Джеккино Рассини сочинил кое-что свое и говорит, ну давайте вот это попроще. Ну, такая вот уже сеть складывается у нас. Теперь давайте пройдемся по писателям. На этой же выставке был Эмиль Золя, который в своих романах отразил эту выставку, написал о ней. И не он один. Витор Гюго об этой выставке тоже написал и включил это в одно из своих произведений. Марк Твен приехал из Америки на эту же самую выставку. И, естественно, тоже писал о ней журналистские статьи. Он же был еще и журналистом интересным. Жюль Верн написал 70 тысяч лье под водой после этой выставки. Вот так вот повезло Поленову оказаться на ней. Очень повезло. Ханс Христиан Андерсон написал целую сказку именно после этой выставки. Настолько она его вдохновила. И мало того, у него есть фраза, в которой он говорит, сказка, именно после этой выставки, он говорит, сказка ожила. Когда я увидел шевелящиеся то-то, какие-то археологические находки, какие-то современные разработки и так далее. То есть для него сказка ожила. Вот на этой самой выставке. У него интересная работа по этому поводу. Конечно, не обошлось без художников. Винсент Ван Гог, который, конечно, тоже был на этой самой выставке, всемирной в Париже, он, например, после этого стал любить Японию и воплотил ее в своем творчестве. Мы поймем, почему. Потому что там был замечательный японский комплекс. Но это вот тогда началось. Тогда началась его любовь. Эдуард Мане. Мы уже видели его интерпретацию этой выставки. И, конечно, Клотмане. Но куда без него. Его любовь к Японии тоже всем известна. Дополню, что на этой же выставке был Эдуард Мунг. Простите, Эдуард, говорю, Эдуард Мунг. И есть версия одного замечательного исследователя, чью фамилию я сейчас запамятовала. Но если хотите, там в сетях мне напишите, я вам скажу. По версии его, на этой выставке впервые туда попал, значит, Эдуард Мунг в Париж. И он попал на эту выставку. И он увидел там мумию перуанскую с открытым ртом и с прижатыми ладонями, сохранившуюся. Есть даже картинка. Вот такая. Ничего не напоминает? Крик Мунг абсолютно точно. То есть по его версии, по версии этого исследователя, он увидел тоже это на всемирной выставке. Так что такие связи. Ну, также на выставке был Густав Эйфель. Естественно, знаменитый создатель статуи свободы, подаренной американцам, французами. Знаменитый Эйфелевой башни создатель. И он придумал вот такой классный павильон на этой выставке. Назывался павильон стаканов. Потому что он весь был сделан из стекла. Сейчас он реконструирован, уже разобран. А вот тогда... Реконструирован, разобран. А тогда он выглядел вот так. Примерно им все восхищались. Потому что это было что-то потрясающее. Далее. Это тот самый японский павильон, которым восхитился Ван Гог и многие другие. Среди павильонов знаменитых были римские бани. Просреди не римские, турецкие бани, конечно, турецкие бани. Египетский павильон был очень сильный. Там очень много было как раз раскопок предоставлено. И поэтому всем интересно было. Римские катакомбы, открытые не так давно, тоже были представлены находки из римских катакомб и снимки на этой всемирной выставке. Был целый выстроен павильон. Но самым популярным павильоном, как вы правильно сказали, был русский павильон. Я тут поставила картиночку ресторана русского, да? Кустодио. Почему? Потому что это были самые популярные места на этой выставке. Это русские рестораны. Людей на этой выставке поражали русские рестораны больше, чем все египетские павильоны, там какие-то новшества. Потому что они поражались. Первый ресторан, забыла, как он назывался. Дамы ходили в кокошниках, официантки ходили в кокошниках. И люди поражались. Как это у них не падает с головы? Ой, как круто, как интересно. В моду кокошники вошли даже после этой выставки. А во-вторых, их поражали половые. Ну, это официанты. Они бегали вот так вот, у них ничего не падало, и тоже это всех восхищало. Так что русские рестораны самые были посещаемыми на этой выставке, это правда. Но, что привозит, вот такие соцсети потрясающие, да? Что привозит из всего этого многообразия общения и рассмотренного поленов? Это же просто невероятно. Он привозит кандидатскую диссертацию на тему о значении искусства и его применении к ремеслу в мерах, принимаемых отдельными государствами для поднятия ремесла, внося в него художественный элемент. Он видит на этой выставке, что каждый народ бережет то, что у него есть. Турки, турецкие бани, римляне, катакомбы, да? Пропагандируют как нечто аутентичное и невероятное. А у нас-то почему такого не происходит? И вот это вот наследие в работе Поленова, как раз как его в художественной мере, да, как его вообще раскрыть, оно как раз здесь и проявляется. Это очень интересная тема. Про эту выставку можно отдельно вообще писать работы, это всегда интересно. В Париже. Всемирная выставка в Париже. Тогда они в Париже проводились, а потом уже и в Москве, и в других городах. Но в Париже самые были первые, самые большие, крупные, масштабные. Да, простите, я не сказала. Так вот, долго ли, коротко ли, но Поленов заканчивает Академию художеств. И юридический параллель. Так вот, заканчивает Академию художеств и выигрывает конкурс на участие в конкурсе на золотую медаль. Это тоже нужно было выиграть, это все было серьезно. В финал выходят несколько художников, в частности Поленов и Репин. И они все должны нарисовать картину на одну и ту же тему. И темой их была тема воскрешения дочери царя Иаира. Библейский сюжет, когда Христос приходит в дом к людям, у которых горе, они плачут. И Христос спрашивает, почему вы плачете? Они говорят, ну разве ты не видишь, у нас умерла, значит, 12-летняя девочка. И он им говорит, поживой плачете, и оживляет ее. И вот и Поленов, и Репин пишут работы на эту тему. Посмотрите и предположите, какая работа получила первое место, а какая второе. Да, у Поленова второе место. Ведь всегда вот абсолютно, даже если ты не знаешь, ты угадываешь, у Репина круче выглядит. Почему, почему так? Причем, знаете, как интересно, мама Поленова, которую мы помним, была великолепной художницей, она написала письмо ему после того, как он получил второе место. Она ему написала, мы рады, что ты не получил первое место. Ну, во-первых, и она дальше пишет, как профессионал, техника еще, да, не та. Вот здесь не то, вот это не то, вот тут надо прибавить и так далее. А потом зазнаваться не будешь. То есть вот, интеллигентные русские люди. А сейчас я вам расскажу, почему он не выиграл вообще. Это потому что тоже интересная штука. Ну да, Репин получил первую золотую медаль, Поленов получил вторую золотую медаль, но оба они имели право после этого на пенсионерскую поездку в Европу на 6 лет. 6 лет до Дольче Форниента ничего не делал, ни сладкого, халявы, только отправляя Академии свои работы. Все. И все оплачивалось. И вот, да, мне очень понравилось, на выставке я была, и там две женщины обсуждали, читают, значит, тексты говорят, 20, там, что, 28 лет, пенсионер. Это почему? Так вот, для художника, для настоящего, очень важна эмоция. И эмоции таких две, которые вот прям заставляют нас с вами до сих пор смотреть на картины там любого века и чувствовать их, чувствовать их. Это две эмоции. Это эротическая эмоция, а эрос греческого переводится как влюбленность, желание, желание. Это ничего пошлого в этом абсолютно нет. Нет, это желание заставляет художников, поэтов, музыкантов творить, посвящать влюбленность, ну так далее. Вот это вот ощущение влюбленности, окрыленности. И болевая эмоция. И болевая эмоция гораздо сильнее первой вот эротической. Потому что, а попробуйте в голове своей вспомнить чувство от первой влюбленности. Вы не вспомните. У вас не будет этого снова ощущения. А болевая эмоция, вы ее сможете из себя вытащить. Если первая влюбленность была с болевой эмоцией, вы сможете ее вспомнить заодно. Но обычно вот именно так происходит. Болевую эмоцию можно вытащить. Есть Ивана Чабок, вот актеры, наверное, знают. Это у нее свой метод. Есть метод Станиславского, есть метод там разный. Чехова. У нее свой метод. Она вытаскивает эмоцию любую у актеров именно через болевое ощущение. То есть вот она в Голливуде так работает. И у Репина было это болевое ощущение. Оно здесь, в этой картине, мы его видим. Помимо всего прочего, он долго не мог тоже ее нарисовать. Сейчас объясню почему. Но у Репина умерла его 12-летняя сестра. Раньше, да? Гораздо раньше, конечно, чем это вот случилось. Чем он нарисовал картину, но вместе с тем. Он вытащил эту болевую эмоцию и думал о ней. Он даже писал в воспоминаниях, что я думал о ней. И тогда у меня только получилось нарисовать ее. Мало того, он заставлял своего младшего брата Василия, который был музыкантом, хорошим музыкантом, на репите играть лунную сонату Ветховена. Вот именно первую часть вот эту вот. То есть он всю эту эмоцию болевую через музыку, через воспоминания вытащил и внес в картину. А Поленов, ну, при всем уважении, счастливый человек. Не было еще в его жизни ничего больного. Не было еще в его жизни невлюбленности ни одной не было. Он чист еще от этого. Он только технически может что-то попробовать передать. Посмотрите на Христа на этой картине Репина. Внимательно. Вот в синем хитоне. Посмотрели? А сейчас я вам покажу, откуда он его взял. Срисовал. Иванов. Замечательная работа «Явление Христа народу», которая поразила всех художников в то время, особенно молодых. Они впервые увидели не иконописного Христа, а Христа человека. И посмотрите, на первом плане люди. Христос там, где-то вдалеке. Он только идет. И в нем нет, у него нет нимба, у него нет позы, которые обычно изображали до этого Христа. То есть он просто человек молодых поколений передвижников. Так потрясает эта ивановская работа, что они больше никогда не будут рисовать Христа иконописного. Никогда. Ну, пожалуй, даже Нестеров тоже не будет рисовать такого. Он всегда будет, даже если с ним, он живой будет. Абсолютно актуальный такой Христос. И вот Репин полностью снял этого Христа. Вот он идет в синем хитоне, вот он приходит на картину Репина и воскрешает, да, воскрешает дочь Аир. То есть еще и в этом смысле вот такая интересная была находка. Ну и вот вся эта компания едет в Европу. Наконец-то они могут 6 лет жить в Европе. И посмотрите, и найдите самую мрачную рожу здесь. Самую мрачную. И это будет Поленов. Самая мрачная слева. Сейчас я вам его покажу поближе. Дело в том, что Репин с молодой женой поехал за границу. Многие из этой компании художников тоже поехали со своими любовями, со своими девушками, понимаете, за границу, с женами молодыми. У них семьи молодые. А Репин, Поленов один. И вот они над ним все там потешались. Прямо по-жестному. Ну, нет, вы посмотрите, что они говорили про него. Во-первых, они его прозвали за его хмурость и отстраненность Доном Базилию. Или Базилием. И так и обзывали его до конца, собственно, его дней. Это было его прозвище. Именно оттуда пошедший. Да, мы из этой компании говорили про него следующее. Он даже апельсин чистит, как прынц. То есть вот он таким им казался, понимаете, отстраненным. Ну, а что им мог Поленов на это ответить? Вот, это такая шутка, но вместе с тем. А вот теперь завидуйте Поленову. У нас нет такого, чтобы в Италию поехать, например, или в Европу на 6 лет. Это вид из окна, где жил Поленов и его коллеги. И вот он его нарисовал просто. Хороший вид из окна, да? Ох, нам бы тогда. Ну, так вот, Поленов вот той поры, это работа как раз Репина, он нарисовал его. Он пишет следующее в воспоминаниях. Мне это очень нравятся, эти воспоминания, потому что Мамонтовы одни из самых богатых людей нашей страны были на тот момент, да? Одни из самых богатых. И он пишет про них следующее. Время познакомился с Мамонтовыми. Очень простые, симпатичные люди. Ну, очень простые, вообще. Проще парень и Репы. Но они в его жизни сыграют большую роль. Давайте познакомимся с простыми людьми Мамонтовыми. Итак, вот, пожалуйста, Савва Мамонтов. Портрет Ильи Репина. В этой же тусовке, ну, естественно, его жена замечательная. Замечательная Елизавета Мамонтова. Причем она была таким местным психологом у них, потому что как только что-нибудь случалось, она пыталась помочь. Ей всегда писали. И во всех письмах, таких психологических, очень личных, всегда письма кому? Елизавете Мамонтовой. Обязательно. Это точно она будет. Дальше. В этой же компании был скульптор Антокольский. Мы его знаем с вами. В Эрмитаже стоит его скульптура большая, такая мраморная. Иван Грозный, такой, сидит на кресле, такой важный очень. Наверняка вы видели. Естественно, Репин, куда без него. И еще два персонажа в этой же тусовке были. Это был Адриан Прахов и его жена. На этой портрете даже мы знаем, что она беременная. Вот такие есть сведения. Очаровательная дама. Почему они важны для нас? Потому что именно Праховы в свое время, ну там, за несколько, может, месяцев до того, как Поленов приехал в эту усадьбу в Риме, они приютили у себя двух девушек, двух сестер, которые каким-то фантастическим образом избежали страшного отца. У них было много детей в семье. Пять детей, например. Я уже не помню, сколько, по-моему, пять как раз. И представьте себе, в России этот отец просто узурпатор, просто мерзавец. Он их там бьет, я не знаю, ну тиранит всячески. Жена берет всех детей, всех пятерых, уезжает за границу, прячется с ними. Он приезжает туда, хватает жену, хватает трех детей, которых нашел, и двух девочек он не нашел, они спрятались в шкафу. Санта-Барбара, да? Вот, шоу прям какое-то, правда. Они спрятались в шкафу, и вот это были две сестры, которых Праховы вот у себя приняли. Одна сестра была очень фривольных нравов, курила, как вспоминают, материлась, такая вся была. А вторая на контрасте была очень скромной девушкой, мечтала стать оперной певицей, и в нее не мог не влюбиться на этом контрасте Поленов. И это была его первая любовь, к сожалению, сразу болевая и, к сожалению, сразу несчастная. Почему? Потому что дети Мамонтовых заболели, и она решила им помочь, заразилась от них. Причем врач, который ее обследовал, не понял, что он заразился этой же болезнью. Сделал ей еще дополнительную прививку от оспы. Ну и, в общем, девушка умерла. А девушку эту звали Маруся Боленская. И вот ее памятник на кладбище Тистачио сделал Антокольский, который тоже был в этой компании. Ну и вот, собственно, они ее похоронили. После этого Поленов нарисует свою первую серьезную работу. Поленов, как и у Эдварда Мунка, больная есть работа, больной ребенок, так и у него будет вот такая вот работа, которая называется тоже больная. Поленов, 1986 год, если вы ее увидите вживую, она очень сильная, но она темная, такая же темная, как здесь на экране. Ты вглядываешься, кто там лежит в постели, и видишь, правда, больного человека, которого эта тень прямо туда смертная затаскивает к себе. Так вот, это как раз после впечатления болевого, да, первого сильного болевого впечатления, после смерти этой самой Маруси, первой влюбленности Поленова. И остались воспоминания Елизаветы Мамонтовой, которые я хочу привести здесь. Она лежала вся в белом, с распущенными волосами, с улыбкой на лице. Мы осыпали ее цветами всю, сами положили в гроб и вечером отнесли в Тистачо, где и поставили в часовню. Мы все, кажется, каждый день ездили туда, возили цветы, а цветов в то время была масса. Это был конец марта. Очень трогательные вещи. Зная, что их сын переживает, родители, в частности, мама заботливая, Василия Поленова, пишут ему письмо. «Приезжай к нам, голубчик дорогой, в родной семье ты найдешь отраду, нам грустно, что никто из нас не может доставить тебе истинного утешения. Утраты подобные твоей не утешаются словами, мы надеемся, время облегчит твою рану». Такое трогательное письмо. Но он не возвращается. Он стойкий оловянный солдатик. Он остается в Риме, и он продолжает изучать искусство и уходит целиком в это. Хотя, конечно, безумно страдает. Для него это первое такое потрясение. В частности, он находит двух своих любимых художников. Впоследствии он будет, конечно, это в своих работах постоянно отражать. Мы можем это увидеть. Это Паула Веронеза, естественно, 16 век. Посмотрите, какая архитектура интересная. Конечно же, золотое сечение, все ровное, везде все ровное. Но и архитектура, которая обязательно будет изображать Поленов в своих работах. И еще одна работа Паула Веронеза. Кто бы мог подумать, 16 век почти английский импрессионизм. Ну, потрясающе, конечно. Тут еще плохое качество, к сожалению. Но видно все равно, что это очень современная, уж очень не по-веронезовски нарисованная вещь. И второй его любимый художник, который будет с ним, можно сказать, мысленно всегда. И он будет учить этому мастерству, этого художника, своих учеников. Это Мариано Фортуни. И вот эта, посмотрите, работа, мне она очень нравится. Такой в теньке собака лежит, отдыхает, да. Мы видим каждую черточку, и все это в таком почти пуантилизме, почти, ну, импрессионистический стиль, да. Здорово очень отрисовано. Или вот такая работа Фортуни. Ничего не напоминает. Но мы с вами будем смотреть работу Поленова, которая очень напоминает работу Фортуни. Это опять же Христос и грешница. Античные сюжеты, прорисованные детали и все прочее. Или вот такая работа, например, да, из средневековой, из какой-то эстетики. И я вам сейчас покажу работу Поленова этой эпохи, конечно, слизанную с Фортуни. Конечно, взятую от него, воспринятую от него и так далее. Вот она. Даже архитектурный вот этот элемент, да, входа. И то похож. Так вот, посмотрите внимательно, работа «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель» – это работа очень сильная. Если вы ее увидите на выставке, остановитесь у нее и посмотрите на нее поподробнее. И вообще, почитайте историю этой девушки поподробнее. Это абсолютно реальный персонаж. Она была из аристократических кругов, а в аристократических кругах тогда нельзя было быть гугенотом. Нельзя было другой верой быть, кроме как католической. И ее за это бросят в тюрьму на 25 лет. Молодую девушку до конца жизни, 25 лет она просидит в темной сырой тюрьме. И она знает это. Ее мужа уже казнили за то же самое. И вот она идет, и холодный, абсолютно холодный этот камень опирается несмело рукой. Понятно, что она еле идет, да, но она идет, несмотря на то, что знает, что с ней будет. И вот когда это все в голове держишь, работа действительно вызывает просто море и шквал эмоций. И ты вживаешься в ее персонажа и думаешь, боже мой, ну как же, как же так? Всю жизнь провести за решеткой – это ужасно. Все лучшие годы за эту сильную работу Поленова назначают академиком. То есть вот работу, которую он делал за границей, он отправлял на суд академии и получал какие-то результаты. Вот за эту работу он академик стал. Есть еще одна сильная работа той же эпохи, «Цезарская забава» называется, она вверху, вы видите, да, Цезарь, его приспешники, они смеются, они развлекаются. Для них это фан, для них это развлечение. Что внизу? Внизу мы видим сцену перед, сцену как бы из, ну можно сказать, да еще до того, как что-то случится. Рассверепый тигр и юноша, юноша или девушка все спорят до сих пор, ну вместе с тем, персонаж, которого сейчас едят, над которым сейчас вот тигр все расправится. И это не самое страшное на этой картине, потому что еще ничего не случилось. Мы еще не видим, что случится. Но у нас есть подсказка, оставленная Поленовым, которая дает сильную, страшную эмоцию здесь. Это вот здесь не видно, но вы, когда будете смотреть эту работу живьем, присмотритесь. Там есть на одной из стен кровавый след руки того, кто уже был съеден. И вот это страшно. Здесь еще не так, да, а вот это, вот этот один след, представьте себе в работе, меняет все абсолютно отношение к ней. Потрясающе. Видите, под рукой, под рукой, да, под рукой персонажа как раз эта самая кровавая рука. Но просто она так прописана у Поленова, что ты ее первый раз видишь. Ты не всю картину видишь, как бы ты снизу стоишь и видишь первый след, а потом всю остальную картину. И у тебя прям такое, ну вот страх появляется отсюда. И, конечно, Поленов, как и Репин, как и многие другие художники-академисты той эпохи не мог не воспринять импрессионизм французский. Потому что и Поленов, и Репин писали примерно одно и то же. Они писали, вот мы увидели французских импрессионистов и теперь думаем, зачем мы учились в академии. Потому что нам придется полностью переучиваться, заново переучиваться. Нас этому не учили, это другой стиль, это другая манера, это другая техника и так далее. Вот они учатся этому. И даже на эскизах его религиозных сюжетах мы видим вот его импрессионистические эскизы, накиданные все равно в этой технике. И здесь, и вот эта замечательная работа, итальянский пейзаж с крестьянином, просто замечательная, но она тоже такая импрессионистическая очень. И Репин переживает за своего друга, очень переживает. Потому что друг-то пишет, конечно, и уже академиком стал, но все как-то трагическое и больное. Вот он ему что пишет. Варвар ты, варвар, злодей ты, злодей, до сих пор тиранишь себя воду хотелом Парижа. Как не стыдно. У нас тут благодать, приезжай. Куда он его зовет? Он его зовет в Нормандию. В Нормандию на север Франции, где Поленов найдет себя. И Репин очень здорово как-то это угадал, и вот он его зовет туда, где он сам находится, где он сам рисует. И Поленов едет туда, в Нормандию. Оттуда он привезет потрясающий пейзаж, фантастический, одни из лучших его работ. Вот такой вот пруд в Виоле. Вот настолько здорово, ты чувствуешь каждую тень, ты чувствуешь этот ветер. Очень здорово, конечно. Мельница в Виоле в Нормандии. Белая лошадка. Мои студенты говорят, что похожи на Верещагина. Я говорю, да, очень похожи на Верещагин. Поленов в парке. Видите, Поленов, простите, в парке местечка Виоле в Нормандии. Даже вход в его парк, в его усадьбу очень похож на этот. И его выводы. Он пишет следующее. Он пишет. Хорошее или плохое искусство, либеральное или консервативное, мне все равно, мне не важно. Ибо я делю искусство и художников на два сорта. Хорошие, талантливые и бездарные художники. Талантливое искусство и бездарные. Поэтому во всяком направлении талантливый художник интересен, а бездарный плохо. Логично? Логично. Ну и вот что он сам говорит про свою поездку за границу. Он говорит, пользу командировка мне принесла во многих отношениях. Но главное в том, что я все, что делал до сих пор, это все не то. Все нужно переделывать. Но я понял, что я должен делать. Я тут перепробовал все роды живописи. Пришел к заключению, что мой талант ближе всего к пейзажному, бытовому, которым я и займусь. И он станет мастером именно пейзажного жанра. Так что вот все он привез это из Нормандии. Дальше он пишет письмо в Академию о том, что, ребят, конечно, я знаю, что вы мне 6 лет даете на халяву пожить в Европе, но я хочу уехать в Россию. Всего три года. И Поленов и Репин проведут в Европе три года. Вот такие жадные до русского быта художники. Как Европа не хороша, а Россия мне в деревне милей 100 тысяч раз. И кроме того, прямо подложить в Европе, когда России работать надо, особенно если здоровье не гонит вон. Почему здоровье не гонит вон? Прекрасно знаете наверняка, что все тогда лечились на водах, но не в России, а где-нибудь в Баден-Бадене. Вот почему-то в Европе хорошо лечиться, а у нас не очень. Ну вот как-то так было. Поэтому, видите, и все, он возвращается в Россию. Но перед тем, как спокойно себе работать в академии, спокойно рисовать, влюбляться, не знаю, все что угодно, тусоваться, он считает своим долгом выполнить долг перед государством. Никто его в армию не гнал, понимаете, насильно. Но как и отец, он, отец участвовал в первой турецкой русской кампании, он будет участвовать во второй турецкой русской кампании. Он поедет сам добровольным, художником-добровольцем на фронт. Получит за это сербскую медаль за храбрость, сербский золотой орден, таковский крест. И вот посмотрите, есть реальное свидетельство о том, что он участвовал в реальных боях. В письме одной девушки, о которой я чуть позже буду рассказывать, он напишет, что я видел кровь, я видел вот это перевывернутые тела, вот этот весь ужас войны. Он будет описывать ей в письмах, потому что надо ему чем-то будет ее зацепить. И вот он будет писать именно вот это, что я все видел. Война ужасная, война отвратительная, ненавижу ее, проклинаю, не понравилось мне совсем. Но он поработает художником военным. И это очень интересно смотреть на его работу, потому что там прописано прям все в деталях. И опять же на выставке я увидела, как две барышни разговаривали около его работ, которые вот именно после военной годы написаны. Там все прям прорисовано, сколько куриц, сколько домов, как дома стоят, сколько человек там гуляет и так далее. И они говорят, детские что ли работы? Да не детские, они просто он как военный шпион настоящий должен прорисовать все-все-все-все в деталях. Понимаете, для чего это нужно было? Ну и плюс к этому он работает военным корреспондентом и делает зарисовки для пчелы и других журналов, которые описывают военные события, но вместо фотографий делают вот такие эмоциональные иллюстрации, которые присылает им в частности Поленов. Это ненадолго было, и после этого он приезжает в Москву, и в Москве его пригласили работать в Академию художеств, поэтому преподавать он приезжает в Москву и жить. И вообще он считает, что в Петербурге все слишком старое, все слишком такое устаревшее, а вот в Москве почему-то Поленову казалось, что там все с жизнь, а он такое все вообще, прям вот надо ехать в Москву. И он в Москве ищет жилье. И сейчас те, кто учится в этом корпусе, должны просто сказать, ну мы же знаем, это рядом с нами. Вот посмотрите, вот три домика, видите, три дома. Одноэтажные, и вокруг него еще два. Один с вынесенным лифтом. Это на Арбате находится, и наш корпус, в котором я как раз преподаю на Смоленке, он находится там. Вот за этим домиком с вынесенным лифтом есть, видите, деревья растут. Вот если зайти в калиточку, в ту самую, будет наш корпус. Корпус колледжа и нашего института там есть. И эти все три дома принадлежали церкви на песках, так называемой, неподалеку отсюда. Она сейчас ближе к Арбату находится, к старому. И это были доходные дома, то есть там жили люди как в гостинице, а все деньги перечислялись в церкви. Вот так. И Поленов идет по объявлению, ну как и сейчас мы отрываем, да, там бумажки в объявлениях, типа сдаю, комнату, да так далее. Вот он идет по такому объявлению, это раньше называлось записки, и он идет вот в этот одноэтажный домик между этими двумя высокими домами. Сохранилось все точно так же сейчас, все точно так же. Он идет в этот одноэтажный домик, и пока ему риэлтор там, да, рассказывает, ой, вот у нас тут такие цены, все-все-все, он смотрит в окно и видит вид, который его так зацепил, что он прямо там, пока ему риэлтор на уши приседал, сел и зарисовал его. И этим видом был московский дворик. Московский дворик, видите, вот он даже сказал, что ходил, да, и случайно зарисовал, случайно зарисовал этот вид. И посмотрите, что-то не хватает на этом московском дворике, да? Чего не хватает? Много, вот, много кого там не хватает, и курицы, и орущий ребенок, и вообще. Два варианта работы это есть у Поленова. На выставке очень здорово сделано, там такой столб стоит посередине, и с одной стороны без, никто, можно сказать, да, московский дворик, с другой стороны заходишь, а там, о-о-о-о, персонажи. И сразу зажил московский дворик. И появляется ощущение, что ты подглядываешь за тем, что там живет, в какую-нибудь щелочку, и за тем, как живет этот двор. И впоследствии это и будет как раз, ну, такой вот, можно сказать, фишкой Поленова, как художник. И посмотрите, как он, оправдываясь, посылает эту работу, оправдываясь, посылает эту работу к Ромскому на передвижную выставку. К сожалению, я не имел времени сделать более значительные вещи, а мне хотелось выступить на передвижной выставке с чем-нибудь порядочным. Надеюсь, в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка, картинка моя, изображает дворик в Москве в начале лета. Картинка моя, понимаете как? Он не придал ей абсолютно никакого значения, не зная, что это станет самой знаменитой картиной Поленова. Ее купил Третьяков, а Мамонтов, его старый приятель, написал ему следующее. Написал, Базиль, дорогой, это же станет любимой картиной всех москвичей. И я добавляю не только москвичей, но и всех вообще россиян, потому что в учебниках у нас есть эта картинка. Вот так вот московский дворик. Так вот, я вам сейчас покажу московский дворик, как он выглядит сегодня. Выглядит это вот все так, прямо с того ракурса можно увидеть даже остатки, вот, вон купол церкви видно. Ну, понятно, деревья стали большими, домов стало больше, но в принципе все вот так вот выглядит. Можете пойти погулять, посмотреть, заходите к нам в корпус. А еще интересен этот московский дворик тем, что в советское время, прямо в нем, были мастерские, где производили кукол для союзмультфильмов. Когда вы будете в следующий раз смотреть на московский дворик, вспомните эту картинку и подумайте о том, что московский дворик Поленова, в кавычках, да, ну, вот этот церковь, этот вид замечательный, дал нам впоследствии Чебурашку, Крокодила Гену и всех наших любимых кукольных мультяшек. Потому что прямо вот в этой церкви находился цех по производству этих замечательных кукол. Московский дворик заключает в себе следующее произведение Поленова на самом деле. У него их два. Здесь есть еще одно. Может, кто-то узнал еще одну картину Поленова? Я вам подскажу. Вот она. Вот этот розовый домик плавно перетечет вот в эту картину. Это один и тот же домик. Еще раз покажу. И вот. Бабушкин сад. Еще одна знаменитая картина, которая впервые даст возможность Илье Остраухову сказать фразу «Интимный пейзаж». Интимный пейзаж – это не потому, что голая женщина нарисована, да, где-то там, не знаю, на природе. Нет, это потому, что мы подглядываем за интимным. В чей-то двор мы подглядываем, что там происходит. Нас не замечают. Мы как будто бы вот подглядели во что-то. И вот это вот как раз интимный пейзаж. Илья Остраухов скажет следующее. Он скажет, что одним из неожиданно больших праздников на той самой передвижной выставке, которому стыдно было показать «Московский дворик», было представление Поленовских этих замечательных интимных пейзажей. Меня поразило исключительно. «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд», «Умельница», «Серый день» и ряд других тургеневских интимных мотивов явились мне неожиданно ново, свежо проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой. А тургеневское и литературное, конечно, да. Потому что это же замечательные иллюстрации, там, не знаю, отцы и дети, да все, любые произведения, где связь поколений, там вот эти вот дворы дворянские и так далее. Поэтому, конечно, да. Но мне, как культурологу, всегда было интересно, что за книжку считает внучка своей бабулечки. Я приблизила максимально. Я искала, там слово, видно четко слово, а дальше непонятно. Я искала очень журналы тех времен с названием «Слово», но не нашла. Поэтому я предположила, что, наверное, слово Божие она читает своей бабулечке, а так как бы готовится, сами понимаете, и поэтому вполне себе может быть такое. Ну, это так, для интереса. Но вот в этот московский период у Поленова случается вторая любовь. И посмотрите, как удивительно, снова Маруся и снова оперная певица. Почему так? Чего его тянет к музыкантшам? Дело в том, что Поленов был великолепным не только композитором, а мы об этом еще поговорим, но еще и был музыкантом. Он сам пел в хоре, он сам очень хорошо в этом разбирался. Поэтому девушки поющие, я думаю, вдохновляли его особенно, как тонкослышащего человека. Так вот, он влюбляется, ему 33 в это время, ей 22, в девушку, с которой знакомится в поезде. Он ездил к своей сестре-близнецу, она жила в Крыму тогда, на поезде. И вот там в поезде познакомился с девушкой. Маруся, да, это Мария, Мария, правильно, Мария Климентова. Причем, знаете, очень много ее портретов сохранилось, не просто так. Потому что, познакомьтесь, Мария Климентова или Климентова, первая исполнительница роли Татьяны на премьере, Чайковский, Евгений Онегин. Так что она, конечно, прославилась этой ролью, безусловно, по всей Москве и по всей России. Ну и вот ее многие, кто рисовал. И остались вот такие зарисовки Репины, этой девушки. Он в нее влюбился без памяти, именно ей он писал вот эти вот письма, да, как в шутку можно сказать. Я старый солдат, я не знаю слов любви, но я напишу вам, как я дрался на войне. Что я это все пережил, чтобы вы не думали, что я какой-то художник. Нет, я видел кровь, мадам. Я вообще такой вот мускулинный человек и все прочее. Мужчина настоящий. Но она его все динамила, динамила. Потом, значит, крутила ему, о, боже мой, ну вот женщины. И в итоге она действительно вышла замуж за другого, за какого-то юриста. А он был в нее настолько влюблен, что он ей, посмотрите, что писал. Вот этот самый Базиль, да, который апельсины чистит, как принц. Вот этот, который на расстоянии держится всегда. Вот он, что ей писал. Вот как зацепила. Да, я вас беззаветно люблю, Мария Николаевна. Да что я говорю, я не вас люблю, я тебя люблю. Люблю тебя всей силой моей души, всей страстью моего сердца. Ты мое горе, ты моя радость, моя жизнь, мой свет. Это вот Поленов, вот этот вот флегматичный аристократ. Вот как он влюбился. Сердце его было, естественно, разбито. Просто на части было разбито второй в его жизни Марии. И он едет от этих всех стрессов в Обранцево, туда, где Мамонтов приглашает всех художников потворить и делать что-то вместе в коллаборации. Там же его матушка уже, видите, вот состарилась к этому времени. Вот эта вот бабушка, это как раз мама Поленова. Здесь, вон, за ней рядом это Серов. Будущее все русского портрета, да. Здесь же много других персонажей. Но вот обратите внимание на двух дам с правой стороны. Это его сестра Елена, художница. И девушка, которую зовут Наталья Якунчикова. Которая сама влюбилась просто без памяти в Поленова. Просто, ну, вообще. И вот что она написала кому? Елизавете Мамонтовой, конечно. Потому что они были родственницами. Она была родственницей Мамонтовых. И вот она ей пишет. Я свои чувства к Поленову никогда не выражаю. Оно очень сильное, это чувство. И время его только сильнее развивает. Он для меня все. Самый близкий сердцу человек. Его образ неразлучен со мной. Во всех моих думах. Во всех моих действиях. Вот как она вообще его любит. А там такие письма, знаете, на многие-многие страницы. О том, что она просто без ума от Поленова. И Елизавета Мамонтова постепенно решает, что надо что-то делать. К чему это приведет, чуть позже расскажу. Но до этого проходит много времени. Они гуляют. Сплавляются. Это Абрамцево. Это прекрасные виды. Наверняка кто-нибудь из вас там был. Это одна из моих любимых работ у Поленова. Посмотрите, какая прелесть. Тоже написана во времена Абрамцево. Находится в Сверхпуховском историках в Даршинском музее. И она сейчас на выставке. Тоже можно посмотреть ее. И река Воря, например. Вот снова пейзаж. Из детства. Пейзаж из детства. Но уже на другой территории. Под Москвой. Так вот, однажды в Пасху река Воря разлилась. Я помню, что я рассказываю вам о любви. Я помню об этом. Так вот, река Воря разлилась. На Пасху. А храм находился на другой ее стороне. От Абрамцево. И крестьяне, и дворяне. Все на Пасху должны быть в храме, как вы знаете. А они не могут перейти. И тогда Савва Мамонтов, Воснецов, который тогда там же был, и Поленов решают. Нужно строить храм в Абрамцево в самом. И они проектируют храм. И здесь нам открывается личность Поленова архитектора. Репин про Поленова архитектора писал следующую штуку. Ведь он архитектор, да еще какой. Будучи еще учеником Академии художеств, он некоторым архитектором по-родственному сочинял и обрабатывал программы. И те получали медали и звания. Вот такой вот, на секундочку, архитектор Поленов. И это его разработка, того самого храма, который до сих пор стоит в Абрамцеве. Замечательный, очень прекрасный, такой, знаете, в древнерусском стиле построен, что было характерно для модерна русского. Вот этот вот храм Спаса Нюркотворного. Внутри оформление Воснецовым, снаружи храм работы Поленова. И этот храм был впервые опробован на венчании, в котором Поленов тоже участвовал, как жоних. Что произошло? Елизавета Мамонтова, пораще говоря, мужу своему сказала, слушай, ну поговори с ним, а, ну. Любит девочка, ну просто беззаветно. Письма мне пишет, значит, страница, ну сделай что-нибудь. И Мамонтов вызывает Поленова на разговор, да, и вот что он ему говорит. Тебе 38, чего ты ждешь, когда тебе еще встретится человек, который тебя так полюбит? И вот, собственно, он говорит, конечно, о той самой Наталье Якунчиковой. И Поленов думает, ай, женюсь. И женился. Но их брак первый год был, ну вот такой вот, на расстоянии, можно сказать. Но она была счастлива. Васечка, Василий, Василий, простите, Василий Дмитриевич превратился в вас. Васю, в тот момент, когда я перестала надеяться на возможность этого. Вот какой у меня удивичий восторг был. К сожалению, первый год их брака омрачило одно событие, но и с другой стороны оно же дало понять Поленову, на ком он женился, что это удивительная женщина, удивительные силы. Дело в том, что вот фотография Натальи Якунчиковой и их первого сына Федюшки. Он умер. Он умер в младельничестве. И это их сблизило, эта смерть их сблизила. Посмотрите, что пишет Поленов в воспоминаниях. Большое горе у нас с Наташей. Мы стараемся быть твердыми. Она поражает меня своей нравственной силой. Последнее время Федя нас пугал своим быстрым умственным развитием и сравнительно малым физическим. Кроме того, у него все больше и больше развивались страхи к непонятному. Он как-то испугался старого образа в углу. Вечером он боялся тени на стене. Вот уже три месяца, как я с ним навсегда простился. А точно, как будто только вчера он у меня на руках засыпал. Страшные такие вещи произошли в его жизни. И вот даже Абрамцевскую осень, и есть эта работа, есть еще одна Абрамцевская осень этого же периода, он сам называет, авторское есть название, Федюшкино воспоминание. То есть вот в живописи он переживал эту страшную осень для него. И в тот момент вот эта сила моральная, нравственная, физическая, конечно, тоже Наталья его поразила, вдохновила и пробудила в нем то чувство, которое он преданно будет нести до последних своих дней к своей жене. Мало того, случается еще одно трагическое событие. Вот посмотрите на знаменитый его заросший пруд. Найдите фигуру. Глазами. Да, 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 да. Вот точно. Вот там просто не все даже ее сразу видят. Вот там вдалеке сидит в голубом платье девушка. По мнению многих исследователей, это сестра-близнец Поленова, Вера, которую вот он нарисовал таким образом. К сожалению, Вера заболела и умерла примерно в то же время, когда и Федюшка. Ну вот такие трагические события случились прям параллельно. И перед тем, как она умерла, он с ней за какое-то время виделся и пообещал ей кое-что, что после ее смерти не мог не выполнить. Он ей пообещал, что начнет писать на евангельский сюжет. И он выполняет это обещание, работая над огромной картиной, над огромным полотном. Он работал над ним много лет, которое имело целых три названия, о них я скажу чуть позже. Но это вы сейчас видите уже идеализированную работу, выровненную, вычищенную и так далее. Я вам сейчас покажу разные варианты этой работы. Во-первых, перед тем, как ее писать и чтобы немножко отвлечься от горестных событий, которые в его жизни произошли, Поленов едет в Палестину вместе с Праховыми. Помните, это парочка, которая удочерила вот этих двух девочек в Италии. Так вот, он едет туда вместе с ним, изучает вообще, он не только в Палестину едет, он едет по разным странам. И вот смотрит архитектуру, все это срисовывает. Впоследствии все это войдет как раз в его евангельский цикл, эти все архитектурные вещи. Даже в Египте, вот видите, он изобразил. Вообще меня очень радует, когда я смотрю его работы с этих мест, что сейчас они сохранились лучше, чем во времена Поленова. Сейчас их реставрируют, хотя бы их как-то поддерживают. Тогда все было прям запустений. Понятно, Восток. И вот, пожалуйста, такие палестинские зарисовки. И вот, одна из зарисовок «Христа и грешницы», одна из ранних его версий, эскиз 73-го года. Обратите внимание на архитектуру сзади. Такое странное, уже застроенное какими-то кирпичами. Но понятно, что во времена Христа это так не могло выглядеть. Это очень странно было бы. Ну вот это вот здание. То есть это абсолютно реальная вещь, которую он срисовал и перенес свою картину впоследствии. Ну а вот первоначальная версия этой работы, которая висит, сейчас она написана углем, она огромная, она во всю стену вот такую. И она висит на втором этаже как раз Поленовского музея, в усадьбе Поленова, неподалеку здесь, в сторону Тулы. Так вот, кто из вас не без греха, первое название этой работы, описывает, естественно, эта работа, когда Христос только спустился с горы, или он, и он усталый, он сидит, вот он усталый, он усталый человек. Его даже не сразу находят на картине, на это я как-то интервью давала, и там женщина нам написала в эфир, я не могу найти Христа на этой картине. И я говорю, Поленов добился своего, он так хотел изобразить Христа человеком, что вы теперь не можете отличить его от других персонажей на картине. Так вот, усталый человек сидит, отдыхает, да, и к нему приводят староверы, такие ветхозаветные, грешницу, они говорят, вот мы ее обвинили в приулюбодеянии, наш Бог велит ее забить камнями до смерти. А что ты нам скажешь, новый Бог? Они его постоянно провоцируют, если вот читать Евангелие, и он им говорит, кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень. И они все расступаются. И она подходит к нему, и дальше Христос ей говорит, тебя никто не осудил, и я не осужу. Иди и не греши больше. Вот это вот история, Евангельская легла в основу этой замечательной большой работы. И здесь, посмотрите, очень многое не понравилось церкви, очень многое не понравилось государству. Государству не понравилось, в принципе, наверное, только название. Кто из вас не без греха? В то время для них это был намек. На них, понимаете? Не обязательно было рисовать бурлаков. Нет, вот можно было и так намекнуть. А церковь была возмущена, что Христос сидит в ермолке. А в чем ему сидеть, если он иудей? В чем? И они возмутились, что это, это не наш Христос, такого вообще не изображают. Посмотрите на его руки. А что? Это руки плотника. Это мозолистые, усталые, натруженные руки плотника. Каким и был Христос. А что вам не нравится? Там египетские сандалии, они говорят, у него. Ну так он, ну, ребята, где он, собственно, вот бродил, жил? Ну а что вы? Вы к чему придираетесь? То есть Поленов изобразил не канонично, а реалистичный вслед за Ивановским Христом и так далее. И, собственно, это все очень возмутило общественность. И было бы, наверное, скандал страшный, если бы эту картину не купил Александр Третий. Александр Третий купил эту картину. Сейчас вы увидите, как она преобразится. Вот здесь мы еще видим цветную копию, так называемую «Американский Христос и грешница». Я расскажу, почему. Вот как вычищенная работа выглядит. Ермолкина Христе нет. Все такое, и название сменили «Христос и грешница». И вот эту работу покупает Александр Третий. После этого всяческие толки, конечно, прекращаются. И он ее переназывает. Александр Третий, Третье название дает. Блудная жена. Кому уж он там на что намекал, я не знаю. Но вот такой вот факт. Продал ее Поленов за 30 тысяч рублей. А на эти деньги он купит свою усадьбу Поленова и построит ее. Так что тут, вот видите, есть прямая связь. Но интересно, что Поленов настолько рисовал все реально, реалистично, что он этого Христа рисовал с настоящего иудея, своего ученика, гражданина Левитана, который страдал из-за того, что он еврей в то время. Ведь тогда существовал этот закон об оседлости, когда евреев высылали за территорию Москвы, им не разрешалось жить в Москве. У Левитана даже не было в дипломе написано художник. Из-за того, что он еврей, ему написали учитель грамматики или словесности, что-то такое вообще, понимаете. То есть вообще тяжело ему жилось, поэтому он тоже жаждал революционных изменений. И вот профиль настоящего еврея очень важен был для работы с образом Христа. И поэтому Поленов нарисовал его со своего ученика Левитана. Это еще не все. Да, вот как раз эта работа «Углем», которая висит на втором этаже в музее Поленова, в усадьбе Поленова. А рядом с левой стороны висят костюмы, которые своими руками мастерила Наталья Якунчикова вместе со своей дочерью. Тогда, когда работала, уже у них дочь была, Поленов им поручил. Они по палестинским фотографиям восстановили настоящие костюмы, вышили все, как вот прям там было, натурально. Надевали на себя и позировали в разных позах для разных героинь. Так что там прям много реалистичного. И эти костюмы подтверждают в очередной раз это. Так получилось, что пусть в России и не оценили эту замечательную, может быть, работу настолько, насколько следовало бы ее оценить. Поленов же напишет целый евангельский цикл. Он даже будет шутить в своих письмах, что я написал свое Евангелие. Я не знаю, почему не называют в музее до сих пор это Евангелие от Поленова. Это так красиво звучит, но почему-то нет. Мы посмотрим еще эти работы. Однако эти все работы очень хотели получить американцы. И в 1912 году эти работы чуть-чуть опоздали на загрузку на Титаник. Абсолютно верно. Представьте себе, должны были практически весь евангельский цикл Поленова, в том числе Христос и Грешница, отправлены быть на выставку в Америку. И они опаздывают к погрузке. И слава Богу, что они опаздывают к погрузке, потому что они бы утонули вместе с этим Титаником. Потому что это было то самое злосчастное путешествие. Но через каких-то 20 лет, представьте себе, советское правительство, не видя абсолютно никакой ценности в произведениях, посвященных культу, продает огромное количество работ из евангельского цикла в Америку. Американцы очень ждали этого. В частности, одна из первых цветных версий Грешницы, Христос и Грешница, в Америке. И очень много работ. Много этих работ было просто потеряно, потому что они были по частным коллекциям. Но недавно, в 2000-х, по-моему, в 2010-м году, на одном из аукционов начали всплывать вот те самые работы Полена в Американске, ушедшие в Америку. В частности, за 4,5 миллиона долларов была продана картина «Повин в смерти». А американская версия Христа и Грешницы, точнее, кто не без греха, вот этой первой еще работы, где Христос в Ермолке, 6,5 миллионов долларов. Это вот 2010-й год, все правильно я сказала. То есть это к тому еще ведет, что мы всегда думаем, что на Западе художники дорого стоят почему-то, а наши русские нет. А наши тоже очень стоят дорого, да? Если их продают, то за большие деньги. Ну и вот более 40 работ у него получилось в серии «Христос и Грешница». И многие из них, вот я говорю, утеряны, но те, которые остались, вот в Третьяковке очень здорово, что в один зал поместили. И прямо идешь, перечитываешь прямо тут же на телефоне фразочки из Евангелия, потому что очень многое у тебя забыто как-то или смешано с чем-то, да? И идешь, и изучаешь Евангелие просто по его работам. Это потрясающая, конечно, вещь. И везде Христос живой. Везде ощущение, что вот ты рядом с Христом, что он человек. Он не святой, он человек. И это потрясающее, конечно, ощущение. Вот мне кажется, это больше ведет к вере в то, что это все было на самом деле, чем там образы с нимбом и прочим. Это мое такое мнение. Ну и... Субтитры сделал DimaTorzok Это так трогательно. Я не знаю, кто снимает в новой Третьяковке эти замечательные ролики, но уже второй раз меня они прям до слез трогают. Вид, который вы видите, и по которым местам, по которым бежал мальчик, это будущее вид Аки с усадьбы Поленова, где сейчас так хорошо, боже мой, обязательно туда съездите, я вас умоляю. Вот та самая картина, вид Аки, близ Тарусы. В Тарусе, кстати, жили Цветаевы. Цветаев, вы знаете, что это основатель Пушкинского музея, они были очень близкими друзьями. Ну и, в общем, гостили друг у друга, это так просто. К сведению. И вот там он проезжает однажды на поезде это место. Он проезжает на поезде это место в тот момент, когда он едет в Палестинское в одно из своих путешествий, да, чтобы взять оттуда что-то для работы по Евангелии. И он едет и пишет жене, как красиво кругом, почему же назвали это место так невежливо свинское. Буду жив, обязательно сюда вернусь. И вот он вернулся, купил за эти 30 тысяч там землю и начал строить там имение, естественно, по своим собственным чертежам. И вот эта фотография как раз со строительства его имения. Посмотрите, оно все построено в таком немецком, немножко немецко-голландском стиле. Почему? Мы возвращаемся к первой фразе Поленова о том, что он хочет и большие города притащить в деревню, да, показать им мир вот этой деревне. И поэтому он строит все в таком европейском очень интересном стиле, все по своим собственным чертежам. Ну и вот тут детишечки, все. Так этот дом стал выглядеть к началу 20 века. И у нас сейчас будет небольшой репортаж, да, это вот основной дом усадьбы. А еще у него есть много построек, в частности, есть его замечательная мастерская. Мы сейчас находимся в Поленовой, и это его мастерская, мастерская художника. Причем, посмотрите, какое шикарное окно, да, световое. Через него такой прекрасный свет проходил. И об этом Поленов написал в письме основателю Пушкинского музея господину Цветаеву. Причем написал он так, окно, о котором я мечтал, попадает много света, получается великолепная живопись. Но строил мастерскую, а получилось аббатство. Почему аббатство, никто не знает. Но именно из-за этого письма это место называют аббатством. Посмотрите в инстаграме Насте Четыриче, там полностью есть репортаж из Поленова, это очень интересно. А так выглядит эта самая его мастерская изнутри. И так здорово, правда, это любая мечта любого художника. Это с одной стороны, где окно, а это с другой стороны, где там печка, какие-то у него, значит, для мастерства. Все, и посмотрите на стену, да, вот они мастера Возрождения, они не могут не вдохновлять художника любой эпохи. Ну и сам Поленов тут что-то мешает, краску и все такое. Также, помимо разных строений, там он построил на возвышенности, прямо на берегу реки, как раз на высоком берегу реки Оки, он построил храм. Он сделан по его чертежам. И недалеко от этого храма его и похоронили, в частности, ну, попозже, да. Ну, храм, конечно, очень красивый, такой прям классный. У них еще была целая навигация, я уж об этом подробно не буду рассказывать, но он своих детей прямо на лодках, он умел строить лодки, Поленов, и он своих детей отправлял прямо на лодках кататься по Оке. Пусть катаются, ничего страшного с ним не случится, нормально все. То есть у них такое было. И вот Поленов учитель. Это, конечно, отдельная тема, большая, поэтому коротко, но вместе с тем это важно. Я уже упоминала Левитана, как его одного из великих учеников. Еще один великий ученик его среди многих, это был, конечно, Коровин. И Коровин писал, что все импрессионизм французский я узнал от Поленова. Вообще все, что современное было в искусстве, я узнал от Поленова. И он их учил именно современному искусству, а не то, что там, да, что-то. Вот посмотрите Париж, Коровина, да, его ученика. Ничем не хуже, чем там Писаро или Мане какой-нибудь. Ничем не хуже. И, конечно, Левитан, еще один великолепный живописец, который тоже являлся учеником, близким учеником Поленова. Но он был учитель не только для своих учеников, не только для своих студентов, не только для своих детей, но и для сельских детишек. Когда были 20-е годы 20-го века, Поленов в своей деревне ездил, значит, он ходил пешком. 20-е годы голод, понимаете, да, деревня, ну все плохо. И они живут тоже как бы не очень хорошо, но все живут голодно. И вот Поленов, по легенде, которая сохранилась, она очень трогательная. У него очень болели ноги, распухали. Он разрезал валенки, чтобы всунуть в них эти распухшие ноги. Брал свой багаж, клал его на сани и зимой тащил в деревню к детишкам. Кастролировал. Он показывал им фантастику. Он показывал им мир. А показывал он им с помощью изобретения, которые он сам сделал на коленке. Это такой, знаете, инстаграм 19-го века, начала 20-го века. Технологий еще и таких не было. А он демонстрировал им и весь мир с помощью диаграммы Поленова, так называемой. Посмотрите, что он делал. Он сам писал. Картинка меняется в зависимости от направления света. Это такой ящик, да. И вот как поставишь свет, так и, собственно, картина будет оживать по-другому. И, значит, спереди или сзади. Можно было разнообразить пейзажи, марины, горы, комнаты, улицы. Дневное освещение можно было сделать переходящим в ночное. Или мгновенно выходит что-то вроде волшебства. Содержание картин очень разнообразное. В моей диораме оно состоит из путешествий вокруг света, начиная с реки Оки. Что им-то близко, этим деревенским детишкам, да, которые живут на Оке. Я сделала это для детей, которые все время восклицают от восторга и удивляются. Но, оказывается, и взрослые восхищаются этим. Ну а как? Это же деревенские люди. Какая разница, взрослые или дети. Они кроме своей Оки ничего не видели. А тут путешествие начинается от Оки. Там еще и сопровождение есть, текст его. Он сам его озвучивал. Сейчас меняется картинка. Мы попадаем на поезд туда-то. Сейчас меняется картинка. Мы попадаем в ночную Венецию. Венеция нас встречает так-то и так далее. То есть это рассказ вокруг света от Оки. Это рассказ деревенским людям и детям, в частности, о том, что, ребята, вы живете сейчас на Оке, но вы можете вырасти и поехать куда угодно. Мир огромный, он велик и большой. И представляете, какое у них было впечатление детское, восхитительное. Причем он рисовал, это очень интересно. Что-то рисовал гуашью, что-то рисовал акварелью. И вот когда свет этот сталкивался с картинами, то на таких они были нарисованы специальных. Но это не стекло, оно что-то в этом роде. Это же все менялось, это все оживало. Так что это, конечно, было абсолютно восхитительно. И вот такая у него тоже педагогическая, можно сказать, деятельность была. И есть легенда о том, что в одной из вот таких его путешествий в деревню с санями, с диорамой, мальчик ему последнюю булочку свою отдал, сказал, ешь, спасибо тебе вот за это. Это, конечно, когда читаешь, ну просто слезами обливаешься, потому что, ну, трогательные до слез, правда. Ну и вот в 86-м году уже у Поленовых появился сын старший Дмитрий, ну а потом еще появятся очаровательные дочурки. Кстати, только одна из его дочерей уедет во Францию и выйдет замуж. Остальные все останутся в России. Мария. Ее потомки приезжают, сейчас уже русского не знают дети. Там получается про правное кино вместе с тем. И вот сын Дмитрий Поленова, он выполняет важную функцию, важную миссию. Поленов ему завещал, что, что бы ни было, музей должен быть открыт для всех, Поленовский дом. И второе, вы должны управлять сами этим имением. Не отдавайте никому, пусть это имение будет у вас. И водите экскурсии, продолжайте мое дело. Ведь он это и делал, он для деревенских. Любой человек мог зайти в этот музей, а он там ему проводил экскурсию, там Поленов. И вот он завещал это. Единственное, его было такое завещание важное. Но, когда Поленов умер, наступили советские лихие годы, и Дмитрия, и его жену сослали. Эти замечательные интеллигентные люди делали Беломорканал. Примерно 8 лет. Причем его сослали из-за того, что он учился в Германии, и, естественно, шпион немецкий. Все, однозначно. И вот представьте себе столетие Поленова. Тут советские власти вспоминают. Подождите, какие-то дети же у Поленова есть, да? А давайте их найдем. Ага, Беломорканал строим, выпишем их оттуда. И вот Дмитрий и его жену действительно освобождают от этих повинностей. Они приезжают в усадьбу Поленова и начинают управлять ей, несмотря ни на что. Причем сестры Поленова, чтобы освободить своего брата, они отписали усадьбу государству. Какое-то время там был санаторий для работников Большого театра. Там, в усадьбе Поленова, в одном из маленьких домиков, работник Большого театра Сергей Сергеевич Прокофьев написал Ромео и Джульетту, на секундочку. Там, в этом постсанатории, в свое время родился Иван Ихлобыстин в Поленовской усадьбе. То есть тогда, когда вот это вот одни из домов там были. Ну, в общем, много интересных вещей можно о Поленовской усадьбе рассказать, но все-таки расскажу главное. Они вернулись, и пусть Поленовская усадьба принадлежит государству, они встали во главе ее. И они выполнили обещание, данное Василию Поленову, его дети и правнуки. Они до сих пор управляют этой усадьбой. Они сами водят экскурсии, они сами работают, они сами возглавляют эту Поленовскую усадьбу. 200 лет уже Поленовская усадьба в руках этих отважных и потрясающих людей. Ну и вот та самая церковь, построенная по работам Поленова. Оланецкий крест, привезенный с русского севера, конечно, поставлен Поленову и его жене. Здесь же кладбище, где похоронены его дети, его родственники. Ну поскольку он с мамонтовыми в родстве, вы понимаете, что там и мамонтовые кое-кто есть. Вот такая вот история. Ну а сейчас вот эта очаровательная Наталья Поленова управляет этой самой усадьбой Поленовской. Она рассказывала, что когда ей было 7 лет, она взяла свою первую экскурсию. Она выучила текст, начала водить 7-летняя девочка экскурсии по Поленовской усадьбе еще в советское время. Она говорит, у нас в семье так принято, у нас в семье никогда никто не сидел без дела, всегда все работали. Ну и в финале хочу поговорить коротко о Поленове композиторе. Поленов композитор был выдающимся композитором. Я уже говорила, человек возрождения должен быть профессионалом во всех своих ипостасях. Так вот, его произведения, помимо всего прочего, были напечатаны, они ставились. Например, его опера «Призрак и Лады». Он оперу написал, на секундочку, да? Круто. Художник Поленов. А художник ли? Так вот, он написал оперу «Призрак и Лады», которую ставили, например, в Большом зале консерватории. Ну, то есть, они даже исполнялись при его жизни. И сейчас мы послушаем композицию, которую сам написал Поленов. Называется она для хора. Называется она «Радуйся». И чтобы было не скучно смотреть все время на хор, который это исполняет, я сделала картины Поленова, чтобы мы их вспомнили на фоне его же Поленовской музыки. Чтобы нам переключиться от лекции, я предлагаю вам всем сейчас сделать глубокий вдох и выдох. Это очень помогает физику освободить. Серьезно. 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 КОНЕЦ 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 Ну и как говорил сам Василий Дмитриевич Поленов, искусство должно приносить счастье и радость, иначе оно не имеет никакого смысла. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова